Чаша гладиатора Радиопостановка по книге Льва Кассиля Часть первая Внимание! Внимание! Ахтунг! Ахтунг! Аттунг! Аттунг! Из штрафного лагеря Сент-Арнаджело Бежал опасный преступник Бывший русский пленный Германское командование Обязывает каждого Кто знает о месте пребывания Бежавшего преступника Немедленно сообщить об этом В комендатуру Каждый, кто скроет Бежавшего Или будет пытаться оказать помощь Преступнику Понесет наказание По законам военного времени Вплоть До расстрела на месте Вы слушали Специальное извещение Германского командования Лежи тихо Ты тихо, сынок Пусти Сеньор Месье Друже Лежи, лежи Не бойся Камрад Товарищ Ти же Ушли вроде Спасибо тебе Отец Вселен ты От целого патруля Отбил А ты кто будешь? Бежал из лагеря смерти А вы сами А вы сами-то кто, сеньор? Я Незабудный Артем Иванович Незабудный? Чемпион Чемпионов А в Италии Как оказались? Меня в восемнадцатом году Гражданская война На юге России Застала Ну и Дал я увести себя Локачам Помотался я По белу свету Все думал На родину вернусь В Сухоярку Да вот Контрактами Меня связали Так и прошла Жизнь бездомная Вот первый раз За сорок лет Товарищем назвали Ведь земляк вы Мой А это у вас что? Да ты лежи Говорю Это так Ничего Приз один мой Кубо Погоди Стой Вспомнил У одного гестаповца На столе видел Сквозь кровь Видел Когда мне допрос Сделали Точь в точь Как этот Кубок чаша Гладиатора Это Как понять Сеньор То есть Стало быть Товарищ Верьте Слову Чести моей Верьте Не виноватый я Вот чем Хотите Побожусь Пусти Уйду Ну куда ты Ведь я тебя На плечах Вынес Хорошо Темно было Иди Как кровь У тебя Куда ты Схватит тебя Или сам Упадешь Откуда У фашистов Кубок С твоей же Надписью Кубок Тот позор Мой Правда Лишился Я его Постыдно Сто дня Покоя Не нахожу Только Вины моей Тут нет Никакой Поверь Слышишь Слышишь Сынок Плохо тебе Врача Надо Я сейчас Дорогой Доктора Приведу Саботини Он тут Рядом Хороший Человек Не выдаст Небось Странно Что-то Скрывает Старик Ведь Видел же Я Точно Такой Же В гестапо Точно Такой Же Нет Надо К своим Уходить Надо Уходить Надо Ушел Назвал товарищем А не поверил Записка Спасибо Артем Иванович Всемирно Известный Земляк Оставаться У вас Больше Не могу Вам Верю Но Товарищами Рисковать Не вправе Спасибо За все Такое Не забыть Счастливого Вам Пути Домой На Родину Своего Триумфального Пути По всему Миру Ни разу Не коснулся Лопатками Ковра Самых Трудных Борцовских Турниров Человек Гора Писали о нем В газетах Всего мира Сильнейший В мире Чемпион Чемпионов Победитель Непобедимых С ярких Афиш В столицах Пяти Континентов Смотрели Его портреты Приглашения Следовали Одно за Другим И постепенно Он становился Равнодушным К этой Постоянной Частой И привычной Перемене Мест Не все ли Равно Что там За стенами Амфитеатра Окружающего Манеж Каменная Сухарница Колизея Или сквозной Застывший Над городом Смерч Или вы башни Или рекламные Огнеметы Бродвея Или зубцы Башен В тумане Над Темзой Все повторялось Сначала Круговой рев Цирка И эффектный Выход В финале Парада Под почтительной Овацией Зрителей Но люди Были чужие И крыша Под которой Он спал Была всегда Ненадолго И земля По которой Он ходил Оставалась Не своей Жизнь Была бездомной Решение Вернуться На родину Давно Зрело В нем Теперь Он принял Его окончательно Хотелось Возвратить Родине Еще одну Живую душу Своего Приемного Сына Русского Мальчика Вырванного Им из Сиротского Приюта Петю Кондратова Или Как он Привык Называть Его Пьера Ранним Весенним Утром В шахтерский Поселок Сухоярка Вернулся Самый Сильный Человек На свете Об этом Еще Никто Не знал Даже Мальчишки Мальчишки И те Еще ничего Не успели Разведать А как Известно Раньше Всех Других Новости Узнают Именно Они Мальчишки Не Всегда Твердо Знают Они Что Задано На завтра В школе Но Неизменно Убеждены Что День Грядущий Будет Еще Лучше И Интереснее Сегодняшнего Ибо Всеми Помыслами По Самую Макушку Они В Завтрашнем Так Вот Даже Никто Из Сухоярских Мальчишек Ни Всеведущий Сеня Грачек Ни Его Дружок Многомудрый Вернулся Сильнейший Человек Мира Чего Ж Ксана Не Идет Во всех Шахтах Уже Гудок Был К смене Здравствуйте Никифор Васильевич Здравствуй Сеня Доброго Утречка Вам С перевыполнением Вас Вон Ваш Портрет На доске Почетовый Веселе А Милка Моя Проспала С отвычки После Каникул Никифор Васильевич Оксана Толубей К ней Еще Не Заходила Пока Что Не Заявлялась Добрый День Ливон А Моё Почтение Молодой Человек Сурена Ждешь Дорогой Его Вообще Наша Твой Друг С утра Дочитывает То Что Не Успел Ночью Дочитать Носом В чашку Глаза В книжку А ты что так дорогой А На термометре Одиннадцать градусов А он душа любезная На распашку А мне не холодно Доктор Не капли 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 еще будут И микстуры И горчичники Застегнись Эй Мальчик Ждешь Привет Пока Сыпь дальше Чего Сам бы ты не посыпался Пшено Здравствуй Сеня Я не опаздываю В школу Эх Какая ты стала Ну тебя Сень Какая была Только пальто Новое Это мне бабушка В Москве В мосторге купила Идет тебе Прям уж идет А я не забыла Что ты просил Вот Учебник по плаванию Стилем брас Спасибо тебе Эх ты Видишь Не так я совсем Ногами работаю Как здесь нарисовано Теперь Сызнова Переучиваться Ой Сеня И где мы Только в Москве С бабушкой Не были В музее Красной армии Были Узнали Чего-нибудь Нет Там в зале Папин бюст стоит Как у нас С предшколой Герой Советского Союза Пропал без вести В 1944 Году Больше Ничего И к генералу Бабушка Ходила Ничего Неизвестно В Третьяковской Галерее Потом были И еще в Большом Театре Были на балете Золушка А все-таки Знаешь Сень Как я соскучилась Ну да Ужасно соскучилась По дому По сухоярке Нашей Только значит По сухоярке По дому Ну и по школе Конечно По всем нашим Ну и то Спасибо А я уж думала Ты забыла А вот и Сурик Привет Ой Оксанка С добрым утром Здравствуйте Мальчики Я не опоздала Ой Я так переволновалась Мне папа часы подарил На 16 камнях ходят Они не отстают 16 камней Это целая мостовая А по мостовой Грузовики и ходят А не часы Совершенно неостроумно Правда Оксана Так вот я и говорю Раньше я всегда Будильник заводила И не беспокоилась А теперь каждую минуту Ночью на часы гляжу А они в темноте светятся Вот смотри Всю ночь следила А утром проспала Еле успела Ой Оксана Какое у тебя пальто модное Ой Дай померить А Ой Ой С обновкой тебя Помешали Да чего глупые эти девчонки Ой А мы туда сами идем Сами кто Ну шорты Я тоже Я тоже дядя Остернись Вот так Я уже немножечко кое-чего достиг в жизни. Он кульбит научился делать через голову. И стойку из стены. И плавание изучаю. А лябрас уже знаю. А теперь поторпляючу. Ну и как? Хорошо получается. Да я еще не пробовал на воде. Я пока дома на полу. Растелю одеяло и тренирую. Учебник по плаванию уже весь прочел. У нас ведь тут скоро целое море будет. Погоди, погоди. Будем рать-то. Откуда у вас вода будет? С тем же кругом безводная. А гидрострой? Разве вы не знаете? К нам воду скоро подведут. До нас водохранилище разорвется. Боже ж ты мой. Ведь это что же? Сухоярка. Без воды люди сохли. А вы говорите, хлопчики, вода будет? Ей-богу. Честная пионерская. Под салютом. Честная пионерская. Вода. В сухоярке вода. Ах, ты боже ж мой. Вода в сухоярку придет. Не глядите на меня так, хлопчики. Вы бегите, бегите в школу. Я тут посижу. Дядя, что с вами? А сердце у вас ничего? Сердце? А ничего, мое сердце. Ожило мое сердце, хлопчики. Утолили вы мое сердце водой, что к вам идет. Вот, спасибо. С первого же взгляда на Пьера Кондратова Ксана поняла, что она влюблена по-настоящему и так, как никогда еще в жизни. Надолго, может быть, уже и навсегда. Во всяком случае, уж на всю последнюю четверть. Новичок понравился сразу всем девочкам в классе и вызвал любопытство и настороженность мальчишек. Ну, ребята, ну, ребята, ну, ребята, ну, ребята, ребята, послушайте, погодите, только не перебивайте, а то времени только три минуты до звонка осталось. Я все знаю, он переразмещенный. Он, когда маленький был, он в Париже рос, в сиротском приюте. Его мать от чахотки умерла, она угнанная была фашистами. Его этот чемпион незабудный усыновил и сюда с ним приехал на родину. Ясно вам? Ой, Сорик, 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 слушай, у нас новый ученик прямо из Парижа. Интересный, ну, прямо как кино. Да ну, стиляга, пижончик, узенькие брючки, крабоечка, тут чуб, а сзади висит. Ничего не висит. И ничего не чуб, это начес. Он из Парижа с дедушкой приехал. А мы раньше вас это знаем. Мы с Сориком уже с этим дедушкой знакомы. Он знаменитый борец. Чемпион чемпиона. А ты, мы же с Сориком, мы не говорим на штуру. Ребята, ребята, новенький идет. Здравствуйте. Ой, а как твоя фамилия? Пожалуйста. А фамилией тебя как? Пьер Квандратов. Пьер Квандратов. Пьер Квандратов, площадь Круга. Сам ты площадь Круга. Алло, бонжур, абажур. Бонжур. Паризиан, обезьян. Паризиан. Гранд, мерси да не фарси. Ремка, как тебе не стыдно? Кому? Пожалуйста. Садись ко мне. У меня на парте мест свободное. Все от меня отсаживаются. Садись, если не трусишь. Я не трусишь. Это ужасно. Он его совершенно испортит своим влиянием. Это еще кто кого перевлияет? Раймондо Дьен. Ты видел? Раймондо? Нет. Кто это? Героиня французского народа. Она легла на рельсы, чтобы остановить военный состав с оружием. Она самих? Нет. Раймондо я не видал. Бриджит Бардо видел на велодроме. А интересно, вы видели в Пареже Чарли Чаплина? Эй, гляди. Махан сюда катится с девушкой. Ой, какая хорошенькая, стильная. Пошли в школу, ребята. А то Махан привяжется. Ну что ты его вечно понимаешь? Ну что ты связываешь с этим хулиганом? Пошли. Стоп, мотор. Станция назначения. Прибыли тютелька в тютельку по расписанию. Здорово, Пшено. Личный привет мелким почеркам. Принимайте пополнение. Ну спасибо вам, что дорогу показали. Как говорится, мерси за приятное знакомство. Вечерком прошвырнемся куда-нибудь. Прошу иметь в виду, ровно в 19.00, ясно? Ожидая на углу Красно-Шахтерской под часами. Как штык. Нет уж, пожалуйста, разрешите мне обойтись без часовых со штыками. Так это ж я в смысле того, что все будет в ажуре, точненько. А возможно, желаете во дворец культуры прошвырнуться. Вы в смысле танцев какие больше уважаете? Я лично северо-западный исключительно. Я, признаться, когда танцую, не очень задумываюсь, какие северо-западные, какие юго-восточные. И вообще, дорогу вы мне сюда показали, а уж дальше я как-нибудь сама сориентируюсь. Ориентируюсь. Ловко она его сорит. Вот молодец. А ты что, новенькая? Наверное, в девятый класс или в десятый? Нет, в шестой. К нам? К нам в шестой? Переросточек сильна исключительно. Да, я буду классной руководительницей шестого и старшей вожатой школы. Вот это кино. Накрылся. Ой, как хорошо. Мы все как раз тут и жили. Прокол на всем ходу. Учительница, дико извиняюсь, позвольте выйти. Ремка, сюда. Разговор есть. Как у заграничного этого шмотки имеются? Может, его дед какой-нибудь барахлишко парижское спустить захочет? Так тут есть люди, компрана. Пьер, ты с ним не разговаривай. Это Славка Махан. У нас еще иногда встречаются такие типы. Но это совсем нетипично. У нас тут с ним никто, кроме Ремки, не водится. Ладно тебе агитировать. Сами разберемся. Верно? Мир, дружба. Вам? То есть тебе, наверное, все таким странным кажется, с непривычки? Нет. Очень хорошо. Мне у вас нравится. Все люди хотят, чтобы нам с дедушкой было хорошо. И тихо. Так. Ну, не всегда так тихо. У нас вечером на Первомайской музыка играет. А во дворце шахтера танцы. А завтра там Ксанна бабушка выступает. Доклад будет делать. Ее бабушка знаешь кто? Председатель исполкома. Почти что главнее всех. Богатая дама. Как так? Дама? Богатая? Ой, ну черной ты. Не понимаешь ты русского языка. Да, пусть Ксана Тулубей тебе все объяснит. А что есть это за Григорий Тулубей? Я везде видел и читал Тулубей, Тулубей. Тише ты. Это ее, Ксанке, отец. И памятник здесь у школы. Это ему. У нее и мать погибла. А ну хватит вам приставать к человеку. Пошли, Пьер. Милка, хочешь смейся, хочешь не верь. Как хочешь. Со мной такого никогда еще не было. С первого взгляда в общем-то понятно. Увидела этого парижанчика и на всю жизнь. Ну вот. Ты всегда такая. Просто он какой-то на всех не похожий. Он похож на какого-то артиста. Вот, наверное, танцует. Слушай, позови его в гости, а? Ну вот прямо сейчас, а? Ой, нет, как-то неудобно сразу. Очень удобно. Хочу я. Пьер. Мадемуазель. Пожалуйста. Вот завтра мы к ней собираемся в гости. Она вас приглашает. Приходите. Приходите. О, мерси. Вы мне будете говорить ваш адрес. Ну вот и школа. Школа-семилетка. Имени героя Советского Союза Григория Богдановича Тулубея. Знакомое лицо, на всю жизнь запавшее в память. Так вот, как составил тайное прозвище тот человек, которого отбил у гитлеровцев и принес к себе в коморку в тот далекий вечер Артем Незабудный. Бог Гритулии Богдан Григорий Тулубей, ныне похороненный на генуэзском кладбище, где на надгробной плите шли врезанные в мрамор слова. Неизвестный русский командир партизанской группы действовал под именем Богритули. Спи, русский друг, безымянную славу твою впитала земля, что тебя родила, а кровью своей ты вспоил итальянскую землю. Кто же он? Богритулии. Встретились дома. Дядя, а я вас из окна класса увидел. Вы что так глядите? Это наш герой Советского Союза. Он без вести пропал. Он летчик был. Сын нашей председательницы Галины Петровны Тулубей. Стой! Как ты сказал? Тулубей Галины Петровны. Галя. Галя. Он знал ее еще молоденькой девушкой. Значит, это ее сына принес он тогда кровавленного от битвы у гитлеровцев. Жизнь просторна, а пути народов плотно переплетены, и люди из разных концов мира сходятся на этих путях. Ну, здравствуй, Артем. Галя. Галя. Вот и свиделись. Привелось. Не думал я, не гадал, что это твоим сыном он был. Только как приехали сюда, узнал об этом. Да про что? А Гриша? Вот Галя. Привез итальянская земля с инвеского кладбища. Это я с могилы твоего, Григория, взял. Я его, Галя, в сорок четвертом от патруля фашистского отбил. Не знал тогда, конечно, кто такой. Побежал за доктором, а он ушел. И не открылся мне. Назвался Богритули. А ты, Галя, можешь им гордиться. Вся Италия о нем знала. Фашисты за его голову тысячные деньги обещали. Уже после Евгенуя на кладбище его могилу нашел. На его могилу итальянские матери цветы приносят. А вот его записка сохранилась. Его рука. Гриша. Всегда он так выводил с петельками вверх. В письмах во всех его так бывало с петельками. Мам. Спасибо тебе, Жтём. Артём. Ох, теперь хоть знаем. Без вести был. А теперь вот-то и вести принёс. Что ж, рано или поздно, а знать надо. Спасибо, Артём. Извините меня. Я к вам. Дело срочное. Меня зовут Галина Петровна. А вас как величать? А меня Ирина Николаевна. Я назначена сюда учительницей. В школу имени героя Советского Союза Тулубея. Учительницей. Вы больше на ученицу похожи. Больно уж молоденькая. Вы ко мне зачем? Я насчёт школы. Школа воспитала такого человека, прославилась его именем и вдруг перестала беречь свои традиции. Раз школа носит имя такого героя, значит, она должна быть достойна его. Я назначена педагогом в эту школу. Я этого дела не могу так оставить. Спасибо вам, родная, за то, что хотите, чтобы честь и славу Гришу моего ребята берегли. Так вы, вы его мать. Простите меня. Ух, простите. За что же мне вас прощать, деточка? Спасибо вам. Вот, познакомьтесь. Это знаменитый человек, чемпион чемпионов, Артём Иванович незабудный. Он мне памятку дорогую привёз от альянской земли сыновней могилы. Здравствуйте, Артём Иванович. Здравствуйте. Я вот слушал вас и вот что надумал. В сухоярке я слышал, праздник воды будет, когда водохранилище откроет. а что если соревнования провести с другой школой из соседнего района? Эстафету на приз имени Героя Советского Союза Григория Тулубея, а? А насчёт приза это вы не беспокойтесь, это уж моё дело будет. Это ты хорошо придумал, Артём Иванович. Хорошо. Знаете что, Артём Иванович, пойдёмте в школу, там и договоримся. Пойдёмте, барышня, виноват, Ирина Николаевна. Желаю успеха. Бабушка. Ага. Ишь ты подкралась, ящерка. Ты что только из школы? А мы сегодня задержались. У нас учительница новая, как девочка, совсем и хорошенькая такая. Так она нас всех собрала и заявила. Раз мы говорим долубейцы, значит, должны через школу высоко держать. И про папу говорила. И что надо не слыть, а быть. Бабушка, ты что? Гриша, отца твоего. В записной книжке тоже было записано не слыть, а быть. Верные слова. Что с тобой? Человек из дальних стран возвратился. Незабудный Артём Иванович. Ой, Ксамочка. Он там в военное время папу твоего видел. Спасти хотел. Папу? Погиб твой папа. Герой он был. По всей Италии слава и память о нём. Бабушка! скитания нищенстве, Унижения, побеги из приютов составляли несчастное детство Пьера. Три недели после одного из побегов он ночевал в трамвайном депо. Он ложился между укрепленными на крыше вагона рекламными щитами и вместе с трамваем въезжал в депо. Там, по крайней мере, была кровля над головой. И утром он снова отправлялся бродить по огромному, оскорбительно безучастному к нему городу чужой, абсолютно никому не нужной. Много еще было путаницы в его голове, напичканной всем, что он вычитал в дешевых пестрых книжонках. Не во всем он разобрался сразу, начиная новую жизнь, которая взяла теперь его решительно в свой заботливо-властный оборот. Когда Пьер пришел к Тулубеям, Ксаны дома не оказалось. Его приветливо встретила Галина Петровна. Добрый вечер. Заходи, заходи. Здравствуй. Моя фамилия Кондратов. Пьер Кондратов. Мой дедушка, незабудный Артем Иванович. Чемпион чемпионов. Артем Иванович был у меня, сильно постарел. Постарел? Он еще эмбровиом. Ну вот, сердце больной. Да, сердце вещь беспокойная. А Ксаночки еще нет. Ты садись. Расскажи мне, как там за границей-то обретался. Намыкался, должно быть. Может быть, вспоминать неохота. Ну, я тебя не неволю. Как не обижают тебя наши ребята. Нет. Если хотите, пожалуйста. Я могу рассказать. Я никому не рассказываю. Я не люблю это. Это плохо было. Это было очень нехорошо. Совсем очень плохо. Да и не надо. Не рассказывай. Нам очень плохо было жить. Мама была больная. Ее увезли в больницу. Такую. Для бедных. И потом я больше не видел ее. А меня в приют. Я оттуда бежал. А Жанна мне обратно. Я опять убирал. Меня поймали. Хотели отправить в военный приют. В Америку. Но меня дедушка Артем нашел. Он маму знал. И он меня взял к себе. Ну, ну, ну. Будет тебе. Теперь все хорошо. Вырастешь у нас как надо. Человеком. Ну, а кем же ты быть собираешься? Куда работать пойдешь, когда школу окончишь? О, я имею одну большую мечту. У меня будет свое кафе. Фантазии. Там музыка и много гарсонов. А потом будет яхта. Я буду брать пассажир. Ту-ту-ту. Пу-ту-ту-ту-ту-ту. Это, конечно, разлюбезное дело. Угощать да путешествовать. Ну, а призвание, думка какая-нибудь на жизнь. У тебя есть цель жизни у тебя какая? Цель жизни? Цель женщин родить, солдат. Цель мужчин убивать их воюя. Где же, где же ты пакости такой набрался? А? Ты разве фашист? От плохих людей ты таких слов набрался. У тебя у самого они отца с матерью убили. У меня сыночка отняли. Да какого? Ой, Пьерушка. Петька-то, петушок, золотой гребешок. Несмышленая твоя головушка. Задурили тебе ее. Здравствуйте, Галя Петровна. Здравствуйте, Алина Петровна. Здравствуйте, здравствуйте, ребятки. Ну вот, Иксаночка, ребята, мне пора в исполком ехать. Занимай, Иксану, своих гостей. Угощай. Ну, садитесь, пожалуйста. Интересно, а который сейчас час в Париже? Там время на три часа сзади нашего. Тебя не спросили, ученый-моченый. А вы уже перевели свои часы? Нет, у меня нет часов. Приехали из Парижа, нет часов. Че, дно? У меня были, но мы их с дедушкой продали, когда надо было ехать. А ты тоже, милая, странная. Думаешь, раз в Париж, то там у каждого обязательно часы свои? Что же, там все такие уж богатые, чтобы иметь возможность? Да брось ты ему агитацию развалить. Он лучше тебя разбирается. У него свой план жизни есть. Вы кем хотите стать, когда нашу школу кончите? Я это пока не думала. Ну, какую-нибудь цель жизни ты имеешь? О, цель жизни? Я хотел быть морской офицером. Вот и приплывешь к нам на своем корабле. У нас ведь тут море будет. О, море тут будет. К нам канал ведут. Водохранилище будет 40 километров. Пьерка, оторви им какой-нибудь номер заграничный. Ну, я не знаю. А ты этих бико изобрази. А ну! Что такое бико? А, это мы так дразним темнокожие. Похожие, как с ураем. Оп, бико. Слушай, ты это кончай. Брось. Оставь его, Сеня. А я говорю, кончай. А что такое? Подумаешь, кавказский житель. Как им пьерка? Бикошка. Ребята, не надо. Ну, я прошу вас, не надо. Пускай спасибо скажут, что он только второй день у нас. До трех дней гостем считается. Ох, отрицательная ты личность, Рэмка. Просто балда. Пошли, Сурик. Сеня, он же еще не перевоспитан. Ты должен понимать, Сурик, ну куда? Рэмка, как тебе несовестно. Ты должен человека перевоспитывать, а вместо этого... Хо-хо. Очень ему нужно. Пошли, Пьер. Ага. Ну, я тоже пошла. А свидание? Вот терраса. А где же ребята? Ты что это, скучная такая? Нет, я так. Иди, детка, спать. Ты работай, работай. Я не буду тебе мешать. Я тихонько. Ну-ну, посиди. Бабушка, а может быть так, что живут вот люди, и вдруг какой-то человек сделается, ну, почти что важнее всех? Ну, сразу же так это не делается. Это надо, чтобы по душе пришелся, чтобы изо всех был самый такой выбранный. Бабушка, а что, если этот человек совсем-совсем чужой? И даже не очень еще хороший. А вдруг такой вот делается самый важный? Да вот так и бывает. Совсем чужой. А делается всех важней. И со мной когда-нибудь так может быть? А почему же нет что-то других хуже? А в Париже. А в Париже река есть. Называется сено. Там с моста девушки топятся, если несчастные. Ох, да чего же вздохнул-то глубоко. Куда там сено река? Пучина океанская. Под утро Артем Иванович проснулся с тоскливо щемящей болью в груди. А вдруг помру, думал он. Помру и так людям ничего не скажу. А потом всплывет то дело с кубком. Никто уже не сможет рассудить по совести и справедливости. Он смотрел на стол, где в предрассветном полумраке угадывались контуры кубка чаши гладиатора. Он напоминал ему снова и снова о той трудной тайне, которая как червь, как болезнь точила его. Худо мне, Пьерка. Может, доктора? Позвони дежурному. Алло, алло, говорит двенадцатый номер. Месье, товарищ незабудный очень заболел. Скорую помощь. А? Доктор Арзумян? Как фамилия сказали? Арзумян? Дежурный говорит тут напротив. Живет доктор Арзумян. Левон Ованесович. Так кто ж дружок мой старый? Иди скорей к нему. Не пойду я. Лучше скорую помощь вызвать. Да не нужна мне никакая скорая. Раз тут Левон Ованесович. Ну иди, иди живенько. Ну хорошо. Ох, худо ж мне до чего. Скорей бы пришли. Здравствуйте, Артем Иванович. Здравствуйте, Левон Ованесович. Дорогой вы мне человек. Вот довелось попасть к вам перед смертью. Что за разговор? Одну минуту. Сейчас укол сделаю. Я не священник, чтобы перед смертью. Моя обязанность тащить обратно в жизнь, а не отпускать туда, куда провожают попы. Ну как? Легче? Отпустила малость. Мальчик, надо в аптеку. Вот рецепт. Быстро одна нога здесь, другая там и сразу обе обратно. Так, так. Придется полежать. Ну что, друг мой? Поостереться не мешает. Скажите, а этот мальчик ваш внук? Приемный. Из приюта перемещенных. Вот вернул домой. Живую душу. Обидел он моего Сурена. Обидел? Это как? Ну, назвал как-то Бико, кажется. Так они темнокожих называют. Но я, конечно, своему сынишке объяснил, что ваш мальчик только что вырван из чужого мира. Сам все поймет. Ох, я же его чертового сына. Я ему покажу Бико. Прошу, дорогой, не волноваться. Лежать. Тихо. Надо, надо объяснить мальчику. И я вас попрошу, ему ни слова. Ну, а теперь бай-бай. Завтра зайду. Вот лекарство. Молодец. Как тебя зовут, мальчик? Пьер. Пьер. Так вот, Пьер, это нужно давать дедушке всякий раз, когда он будет жаловаться на боль. Ясно? Ясно. Мерси. Спасибо. Ну, до свидания, чемпион чемпионов. Придется полежать на обеих лопатках. Пьер. Спокойной ночи, Петя. Ну, как дедушка, легче стало. Ты что же товарища своего нового подлым словом обзываешь? Ты что думаешь, что его опозорил? Меня ты осрамил. Меня, Артема Незабудного. А ты помолчи лучше. Что ты очень сердишься? Ты думаешь, я не знаю? Что? Не прикидывайся. Думаешь, мне неизвестно, что ты скрываешь от всех. Что такое? Да ты в своем уме. Да, я все знаю. Когда мы собирались уезжать из Парижа, ко мне приходили два господина. И они мне сказали, где зарыт тот кубок, второй, который ты фашистам подарил. Они тогда сказали, что здесь, в Сухоярке, немцы, когда отступали, зарыли большие ценности. И твой кубок там тоже зарыт. Слушай, я тебя прошу, забудь ты про это. Набрехали тебе. Жулики это, гады были. Ты этому, дорогой, не верь. Это обман. Сердце. Что? Больно? Дедушка, ты не сердись. Прости меня. Я никогда больше... Нечего тебе прощения просить. Сам я во многом виноватый. Только верь слову, перед людьми чист я. Вот как только полегчает, пойду и все расскажу. Ух, все. Субтитры сделал DimaTorzok